исключительно всем огромнейший привет с вами снова айса мы продолжаем прохождение третьего ведьмака знаете что я конечно могу поехать там под по заданию но я хочу пособирать травку просто хочу немножко побегать чуть-чуть под предлогом пособирать трав тут была битва война только началась я бы хотел от меч достать из него конечно они не какой-то там ржавый топор то что сюда пришел я думаю это правильно потому что обыскать все-таки обыскать их нужно сануаем это уже не пригодится от ним родился это рациональность потом мы посмотрим возможно какой-то из этих мечей будет лучше чем наш обычный меч и мы его заменим вот бутылку воды мы нашли бутылка воды устанавливает нам жизнь если я не ошибаюсь а все остальное можно продать то что мы продадим то что мы продадим потом можно будет на это что нибудь купить например какой-нибудь хороший меч у кузнецы о смотрите рецепт альбедо плюс урины были на это у нас деньги так рецепты умения персонажа медитация без цели это не то обучение персонаж книге ремесло она я кожаная куртка нам нужна шкура на близке кожи и проволока компонент 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 мусор а как же вот и что три цепта у нас если вы хотите видеть в окне магазина список компонентов или ингредиентов я вы его создание примета газельный нужно чертежный цвет прикрепите его если вы были чертеж и лице пить его огне магазина поиски за компонентов алхимическая субстанция не хватает ингров а что это дает алкогист нужен для изготовления эликсиру масел или бомбу это для этого мы вот этот рецепт мы нашли до что ли получается подготовить ведьмячий эликсир перетащить эликсиру ячейку для эликсиров наверно сюда ну что ж хочу посмотреть мечи ржавый меч минус 17 минус 17 логично что это меч будет хуже чем наш в любом случае мы это все я думаю где-нибудь продадим красивый мир настоящий как будто лес о смотри ремонтный набор ученика оружейника я думаю что это тоже нам пригодится в любом случае ну а как бы по заданию вернуться мы успеем всегда поехать там на своей лошади будут не надо прыгать слишком нужно сделать так чтобы он не бегал как то есть может быть слишком быстро ходят но отпускал он просто ходит они бегают покажет везде тупые топоры хотела где-то мечи должны быть как минимум да кстати что у нас зару на прикрытие вызывается влияние на теле клинический удар огонь я думаю что огонь нам подойдет покажет еще один ржавый меч нет наверно перегруза как такового да и это хорошо это можем собирать абсолютно все что есть а за 8 мая с на поедем как бы сюжетное задание это делать немножко еще по полю бою походим пособираем трофеи какой-то меч ржавый погодите не лучше чем наш если вы починить нет минус 8 минус 8 наш меч 25 22 26 урона плюс 25 процентов пробития доспеха явно лучше смотрите впереди какая-то какая-то явно непонятная угроза это гулю что до 2 уровня плечу так 1 готов следующий убили трофеи взбираем сколько чудовища кровь гуля чудовища у нас есть яд магия это место силой что за место силы гнезда голи надо его уничтожить а сейчас уничтожу только наверно нужно сохраниться хотя нет нужной бомбы ах ты ёкала ванна сожалению видите не могу я уничтожить то гнездо из того что меня нету тупо просто нужного ингредиента для этого то есть обычный бомбы у меня тупо нет ничего страшного бывает продолжаем обыскивать место лошадиная шкура неплохо это хороший трофеи мне кажется для начала уже где-то 200 шагов как это шины 200 метров возможно от нашей цели но мне привлек внимание тут рыцарь который тут сидел к сожалению ничего нету идем дальше так как карта мира можно посмотреть карту мира где мы в принципе находимся так доска объявлений сирени крыжова не гнездо чудовища гнездо чудовища еще вернусь обязательно только тогда когда у нас будет чем его уничтожить обязательно сюда вернемся и уничтожим я думаю нам и за этот опыт дадут а может быть и нет что-то другое ты задание персонажа у меня ничего пока что пока нет ничего нового пока что мы тут не нашли до или 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 и тренинга блоки быстрый атака это обучение это нам пока не надо пока что немножко еще обучаемся то есть какая кнопка за что отвечает и так далее офигенно конечно очень красивая игра безусловно красиво лошадь как подозвать что подвозь лошадь нажмите дважды xd я не хочу никого подзывать я подойду к не сам сяну на лошадь и поеду подзывать зачем-то где-то была трава дуанчика собираем пригодится все буквально я хочу стать и кузнецом и алхимиком то есть воспользоваться вообще всем что есть в игре а для этого нам скорее всего нужно будет все это любые ингредиенты которые мы находим в мире ну что плотва ждала меня до голубом я режу ячу ехать где мы находимся давайте посмотрим раз пути дорог вот видимо эта деревня нам нужно будет пошла плохо для наших война повернулась кто тут наши королевство севера теперь я рисковая лифтура давида не тимере и некая двена больше нет рада вид говорит что как только выиграет войну вернет войска на старые границы да подожди тогда я посмотрю что написано надо во что-то верить распоряжение 208 9 строго запрещается захоронять тела повешенных дезертиров и бутонщиков нарушители пойманные за попыткой снять тело повешенного будут немедленно казнены генерал мэрл россен наместник провинции тамерия а может мы попробуем трофеев никаких нет там трава где-то сзади было это наверное травы я много и так проезжаю хочется собрать хотя бы что-то чуть-чуть то что есть в округе понятно что их слишком много но о нашли смотрите в нашей тайник с аренами форен и это же золото местная местная валюта там враги что-то красные точки новая отметка езды чудовища на появилась на карте у нас правильно понимаю да мы сюда вернемся обязательно только чуть позже главное что отметка появилась на карте мы знаем теперь где это но я ради погоди я иду я еду то есть нужно собрать немножко травы красиво первое время надо я просто буду бегать любоваться с пейзажами честно говоря поехали не хочу нагружать свою лошадь галопом алюром пускай едет аккуратненько то же самое написано интерес быстрый переход не никаких быстрых переходов у нас не будет да это уже было хотя что поднимать под быстрым переходом то есть переход из локации в локацию скорее всего типа как телепорт но я этим не пользовался ни в одной из игр в принципе практически поэтому и тут мы пользоваться этим не будем будем путешествовать по миру самостоятельно сами не используя такие методы с тобой можно пообщаться какие вести из вы зимы я думал что он мне что-то конкретное скажете ой вы прости-прости ладно ладно с ними нельзя поговорить она к сожалению никого история я думал что они мечтают расскажут произошло и так далее не торопись моя лошади как тут не очень хорошо он тут сюда бегают и все нас гонят эту иди отцепись зачем убегать то я же ничего плохого не сделаю вы чем мы спасли его от волка хоть там еще волк на спасать сейчас все все будет сохранение все хорошо видишь спас ну что ты кричишь уж тебя спас неблагодарные крестьяне я их понимаешь от волка тут спас от двух волков они орут на меня ну ладно поехали я слабо там еще какие-то обитают непонятные звери волк мой знакомый обыкновенно говорю что со всеми этими грифонами и всякими василисками старых добрых волков так уже бояться нечего а потом волки сожрали у него половину отары ингвар пастух некогда волки были без раздельными владычеками лесов люди пугали им детей дрожали от одного звука волчьего воя чудовище возникшие после сопряжения сфер непросто оттеснили волку в глубокую глушь но также заняли их место в сознании людей это давно не знаю это далеко однако не значит что прежние хищники перестали быть опасными может быть у волков нет и крупицы магии они не пищут огнем не плют кислотой но это никак не мешает им убивать неосторожных путников и охотников особенно опасным так называемые варги подвиг отличающийся злобой и яростью а также снежно-белые полярные волки живущие нынче только на диких горных пустошах архипелага скеллигия так вот в бою поможет масло против зверей это масло они наверное наносятся на на клинок и оружие как бы да ладно пока мы больше никого убивать не будем доедем уже до цели просто хочется немножко собрать еще травки самое интересное будет с нами пригодится но ничего страшного мы продадим плотва ты куда на но плотва период подождите еще травка и еще травка я замучил наверно бедную лошадь уже мост теперь померь да не идем на помощь помогите это что такое дикобраз какой-то грифон ну да это грифон так очень необычный слава лошадь у нее взгляд а хорошо что не нашу еще и виси мира немножко подраним тело ничего улетел улетел вылезай это если бы повезло славяка была умерла сразу а грифон любит помучить едят живьем по кусочку вы вам надо думать вознаграждение полагается я думаю что с него нечего брать поэтому ты нам ничего не должен ты попал в беду мы тебе помогли а говорят что у ведьмаков сердце нету мы мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут а еще говорят будто мыши изгнулой соломы родятся как там след как я и говорил доходит до большака и обрывается затоптан а вы ищете кого да одну женщину невысокая длинные черные волосы видел такую ну вот что тут в белом саду есть корчма единственная в округе проезжие часто там останавливаются так может чего и узнаете и вот еще что хозяйкой там моя двоюродная сестра скажите что брам вас послал так она вас примет как родных неплохая идея тем более тебе рано нужно очистить да что там он меня едва царапнул но ржаной водки я бы выпил такой знаешь холодной прямо из погребка как едем ну да я согласен поедем обязательно в истории появилась новая статья нажмите бэкспрейс чтобы узнать меню прочитать бэкспрейс бэкспрейс что прочитать ее а она на про грифоны да ну да полуорел был полукот совсем как у дворян на гербе только в когтях нес не скипетр а король и стерва она не не имеет свидетель нападения грифона когда-то грифоны жили только высоко в горах где охотились на сусликов и горных кос но однажды они поняли что на населенных людьми равнинах найти себе пропитание гораздо проще неважно корову овцу или пастуха это чудовище соединяющие в себе черты орла и дикого кота буквально за несколько лет стал одним из самых ужасных бедствий северных кораблястов особенно дурной славой пользуются королевские грифоны и архи грифоны поможет бомба масло и знак арбды надо запомнить насчет знака арбды так где мы находимся сейчас можно ли на карте посмотреть то есть мы были вот тут теперь оказались тут нам нужно суда давайте с купцом еще немножко пообщаемся понятно что это как бы купец и у него наверное можно было бы вытолковать вернее но получить какую-то награду за то что мы помогли но как-то не знаю не хотелось этого делать я думаю что если у него потребовали награду мог бы нам не сказать то что там есть корчма то что там можно узнать какую-то информацию я думаю что он поступили верно нифига себе лань хочу он давайте лань сырое мясо я так и думал что лань можно будет забить получить мясо с ней а мясо можно поджарить и съесть так игра наверное в окне на весь экран но в окне чтобы захватывалась игрой это за границей этого окна игра уезжает то начинается у нас грубо говоря нажатие как бы эскипа на самом деле не нажимаю и нифига себе целая целая стада ланей если так можно их назвать стадом наверно саму начала не столь важно это все собирать но хочется побегать и больше наверно разведать вообще хотелось бы вернуться назад сожженную деревню но это будет потом обязательно потом это сделаем хотя чего потом меня никто не заставляет ехать именно сейчас туда правильно ведь я думаю что он меня подождет вот и таверне или где он там не будет здесь а мы отправимся назад давай папа на на А я смогу потом оттуда выбраться, мне интересно. Трубка, скорее всего можно продать, ртузи, пустая бутылка, шкура белого волка, кожаные ремешки, неплохо однако. С этими типами я пока сражаться не буду, а чтобы на мою плотву никто не напал и не съел ее, пока я тут бегаю. Задание по сюжетке или там по чему-то еще мы всегда успеем выполнить, поэтому не переживайте то, что мы сейчас не идем в эту товару, туда придем рано или поздно. Достаточно на самом деле рано, кто там? Понятно там разбойники, которых я не вижу, да? Берегитесь в лихсах, скрываются бандиты, называющие себя солдатами Тимерии. Они были объявлены вне закона, так как выражают безопасность и подданных императора. Любой, кто помогает этим бандитам или дает им укрытие будет наказан по всей стройкости закона империи, это мы кажется уже читали, да, там и на привале. Да, там бандиты, которые стреляют стрелами и как-то мне пока что не очень хочется с ними связываться, но ничего страшного, мы к ним вернемся, мы с ними еще пообщаемся. Такие самые, конечно. Иду. Хорошо. Хорошо. Достаточно неплохая добыча у нас тут. А плотва тут, смотрите, то есть плотву можно из любого места пригнать сюда, если что будет. прикольно. Это интересно. Так, а что она кстати по играм, так секундочку, где у нас тут обучение, персонажи, персонажи кстати кто-нибудь появился у нас новый, вроде нет, книги, ремесло, компонент, не хватает ингров, не хватает ингров, алхимия. Да, у нас есть бутылки, но у нас нету, здесь находится описание создаваемого предмета, может вставать примеры двух типов, формулу щелкните по ней, вишневая наливка на спирту и еще какая-то, тогда мы сможем алкогест создать, если что. Ладно. Мы еще немножко по деревне походим, чуть-чуть. Будем зайти в дома, если в какие-то можно дома зайти. Возможно какие-то напитки можно сделать самому. Оба. Кстати, то что серебро нашли, офигеть. Так вот, можно сделать самому, используя ту же самую разные плоды, траву и так далее. Что-то вы слишком грубо обращаетесь к Геральду. Неучтиво, непочтительно. Кожаные ремешки, например, я думаю, что они тысячу процентов по какому-нибудь производству нам пригодятся. Шкуру белого волка ту же самую, уверен, что можно будет продать. Вау, это квест. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже наверное моя. Понимаешь, Бастиен бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких весней. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. Реплики с значениями завершают разговор. Окей. На твоём месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьём сожрали. Послушай-ка. Я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей. И помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Я согласен. Хорошо, я тебе помогу. Только... После битвы прошло уже несколько дней. Так что шансы, что мы найдём твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать. Чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфами. Встретимся на пригорке. Рядом с полем. А дальше пойдём вместе. Когда одно из заданий обновится, с левой стороны экрана появится сообщение об этом. Если вы не стоите за него, вы можете назвать военнослеживать. Пропавшие без вести. Отслеживание заданий. Ну что ж, мы нашли себе квест. Вот так вот. Я так и знал, что в сгоревшей деревне, ну по-любому хоть что-то найдётся. Не только из вещей, но и квестов. А мне хочется сделать этот квест. И мы его сделаем. Сапфир. Нифига себе. Мы сапфир нашли. Рецепты, скорее всего, можно будет покупать. Ну и так далее, да? Чтобы у нас как бы всё это было. А, всё-таки вес тут есть. Вес тут есть. У нас есть орины. У нас есть флорины. У нас есть немножко мусора. У нас есть волчья шкура. Трубка. У нас есть немного еды. Холст кожи, но этот сапфир. Редкий магический предмет. Понятно, каких-то магических заклинаний или зелий. Ну что ж, это интересно. Так, где-то находится этот тип, который нас будет ждать. Устроиться с дунью у поля. Это вот тут, что ли? Не, ну я готов. Почему бы и нет? Вот из плодов разных, мне кажется, что можно будет сделать те напитки, которые нам нужны. нет? Я, пожалуй, даже... А, подождите. Подождите, 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 подождите. Нет, нет. Тут что-то есть. Нет! Сокровище под охраной. Че, попробуем их убить? Я, правда, не знаю, каким мечом их лучше долбить. Ну, предположим, что серебряным. Да никакая битва не окажется мне слишком серьезной. Мы сможем отбиться. Обязательно. Обязательно сможем. Немножко перепутали мы мечи вначале в самом. Ну что ж, сокровище. О как, смотри, сколько мы тут всего забрали-то, а. Это мы хорошо сюда зашли. И мяч и чуть-чуть, как говорится, не подвело нас. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас теперь есть. Так. Клинок из-за вирвикуара. Давайте оденем, наверное, его, да? Попробуем его починить. Чуть-чуть хотя бы. Потом наденем доспехи наши. Сапоги. Даже дворунных камня получили. Офигеть. Утопица. У воды надо быть потише, во-первых, чтобы не переполошить рыб. Во-вторых, чтобы не приманить утопцев. Янык из-за была венка рыбак. Утопец, видом совсем напоминает труп, который долго лежал в воде, кожу у него нездорового синего или зеленоватого оттенка, покрыта слизью. Пахнет гнидью и рилом, поэтому считается, что утопцы, а также более их опасные родичи, такие как водяные, болотники или топляки, рождаются из тел несчастных, которые утонули на мелкой воде, заблудившихся к путников, пьяных, крестьян, сошедших с вьющейся среди болот тропинки или детей, которые, играя, заплыли слишком далеко от берега. Ремесло. Двоенная кожаная куртка. Кожаный комбинезон. Видите, что тут нужно? Как раз ремешки и холст, и шкура, и дратва. Для дратвы нужен хлопок. Окей. Алхимия. Алхимическая субстанция. Масла. Масло для трупоедов. У нас есть, видите, ингредиенты для масла, чтобы масло, например, для трупоедов создать. Против, вернее, трупоедов. Ну, если что, мы это сделаем, ну, потом. То есть, если будет еще один, ну, еще один бой с трупоедами, мы сможем, например, тоже масло сделать и помазать меч маслом. Плюс мы в этих ящиках нашли меч, который лучше нашего. Обычный, не серебряный меч, но это не важно. Так, когда ваша энергия снижится до нуля, вы не сможете бежать. Я понял. Я это понял. Так. У меня чуть-чуть ее, а мне подскажет что-нибудь еще. Что-нибудь еще интересное. Подскажет. Сундучек. Укрепленная кожа из фиток серебра. Отлично. Видите, как важно использовать ведьмя чуть-чуть ее, да? Как бы и самим искать, ну, и видение чуть-чуть ее тоже использовать. Ну, что ж. На этом мы завершаем очередную серию прохождения ведьмака. Мы не сделали ни одного квеста, но я вас предупреждал, прохождение будет очень долгое. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Айс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok